Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война Советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Эти слова диктора Юрия Левитана, как и 82 года назад, заставляют взрогнуть. Они знаменовали собой страшные события начала самой кровопролитной войны. Ежегодно 22 июня в 4 часа утра в городах России проходит акция памяти. Более 31 тысячи солдат и офицеров ушли на фронт со Щелковской земли. Домой не вернулись 8 345 наших земляков. В нашем городе День памяти и скорби символично начался в 4 часа утра. На Аллею памяти к Вечному огню пришли представители ветеранских организаций и трудовых коллективов. Мероприятие продолжилось на набережной Серафима Саровского. Песня. 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 В этот день отдают дань уважения тем, кто погиб, не увидев победы. В 12 часов на Аллею памяти пришли ветераны, руководители Совета депутатов и администрации городского округа, жители, волонтеры, члены патриотических клубов. На акции памяти ко всем присутствующим обратился заместитель благочинного Щелковского церковного округа Дмитрий Третьяков. Мы должны быть действительно благодарными потомками этого воспоминания страшных событий. Оно должно отзываться в нашем сердце прежде всего благодарностью, которая должна приводить нас к тому, чтобы мы занимались созиданием мира вокруг нас. Как и по всей стране, в Щелкове в 12 часов 15 минут прошла минута молчания. Акция завершилась возложением цветов к вечному огню. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...